Какие у женщины большие глаза, говорят мужчины, когда впечатлены размером её груди. Каламбурчик старый, с бородой, но кто знает, что родился он в Кремле, ещё при Сталине, в 35-м. Сегодня история декольте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не имей сто друзей, а имей двух грудей. Эта шутка родилась у Фаины Раневской после знакомства с актрисой Галиной Сергеевой. Они снимались вместе в последнем советском немом фильме «Пышка». И Раневскую потрясло декольте Сергеевой, которой доверили главную роль. То Раневская, когда вошла в павильон, сразу сказала, «Ох, не имей сто рублей, а имей двух грудей». Эта фраза стала крылатой. Начинающий режиссёр Михаил Ром взялся за экранизацию повести Мапасана в 34-м году. Главная героиня – французская проститутка. Звука нет, чёрно-белая лента. Что могло сделать «Пышку» с женщиной, которая привлекает внимание абсолютно всех? Только открытое платье. Всё зависело, естественно, от её внешних данных, от её эмоций, от её мимики, от её лица. Но внимание мужчин притягивало именно её декольте. Эффектное декольте Сергеевой потрясло советских граждан. Было время воротничков под самое горлышко, закрытых костюмов без намёков на красоту. Власти обращались с людьми, как с алкоголиками, над которыми решили поиздеваться. То дают деньги на бутылку и разрешают разгул, то сажают на голодный паёк. Малейшие вольности запрещены. В начало 30-х тяжёлое похмелье после НЭПа, когда можно было всё. Каких декольте только не было. Конечно, откровенные наряды носили только в столице. В глухих деревнях всегда сохранялась патриархальная скромность в одежде. В 30-м на экраны выходит фильм, где впервые в истории нашего кино показывается обнажённое женское тело. И не какое-то там декольте. Говорят, что эта картина была последним гвоздём в гробу для НЭПа и всех других неэкономических свобод. Так не понравилась эта обнажёнка в Кремле. Крестьянка узнавала о гибели её любимого человека. И она понимала, что она больше с ним не будет, что она не родит от него ребёнка. И она в порыве вот этого ужаса срывала с себя одежды, металась по маленькой горнице, по узенькой, раздевалась до гола и дёргала себя. Вот она просто хотела оторвать себе грудь, потому что не будет ребёнка, ей грудь не нужна, потому что она не сможет кормить детей. Наверху решают. Грань между большим искусством и пошлостью слишком тонкая. По какому принципу кому-то из режиссёров дать возможность показывать женское тело, а кому-то нет? И вообще, зачем это людям, задача которых – строить коммунизм? Женщина не должна отвлекать мужчину от строительства коммунизма. Вот декольте как раз отвлекала от этого, ноги отвлекали. Но Михаилу Рому пышка сходит с рук. В его фильме власти усматривают второе – глубокое политическое дно. Тридцать четвёртый год. Военная опасность. Угроза со стороны Германии. А пышка – оккупация Франции немцами. То есть тут сыграла роль политика высокая, внешняя политика. Нужно было показать героизм любого человека, пусть она и с панели. Получается, что пышная открытая грудь ради политической борьбы и героического поступка – возможно. И чем-то стыдным не считается. А глубокое декольте просто ради красоты – настоящая крамола, безнравственность. Обладательница, по выражению Фаина Раневской, двух грудей становится заслуженной артисткой РСФСР в 20 лет. После первой роли. В то время ЦИК Советского Союза возглавлял Авель Янукидзе, очень известный по воспоминаниям тех, кто его знал, сластолюбец, развратник. И не пропускавший мимо себя ни одну красивую женщину. И когда он лично включил Галину Сергееву в список в 35-м году, к юбилею советского кино, список награжденных кинематографистов, то ей, естественно, тут же присвоили звание заслуженной артистки Республики. Уж если я что-нибудь решила, так будьте уверены, добьюсь даже в мелочах. По-настоящему заслуженные кинематографисты морщились и демонстрировали оскорбление. Давать такие высокие звания за двух грудей? И все смеялись над объяснением Авеля Янукидзе. Почему он вдруг наградил молодую артистку? Как он выразился за то, что у нее такие большие выразительные глаза. Отсюда, может быть, пошла история, что очень часто это выражение, большие выразительные глаза, сложат своего рода фигуры речи, когда говорят об эффектном декольте. В Политбюро поступок Янукидзе никого не удивил и прошел почти незамеченным. Своя Сергеева была почти у каждого. Сталинское Политбюро вообще очень странная компания мужчин. У Сталина были очень непростые отношения с женщинами. После самоубийства жены это вообще как бы все точки зрения расходятся, насколько он, как он решал личные свои проблемы. Половина Сталинского Политбюро обожала балерин, то есть изначально без грудных, да, без женских больших признаков. Половина обожала оперных, которые все-таки имели тело. Но при всем при том главным вкусом был вкус главного человека. А главному человеку нравилась любовь Орлова. Женщина, как мы помним, с небольшими глазами. Все ее звездные кинороли в закрытых платьях. И только когда она играла иностранку в фильме «Цирк», ей разрешили показать свою фигуру в обтягивающем шифоне. Но показывать особо было нечего. В 30-е годы появляются первые бюстгальтеры, которые подчеркивают раздельность бюсты. То есть акцентируют вот то, что впоследствии получил название «кливыч», то есть «ложбинка». Когда подчеркивается каждая грудь, тогда в профиль получается, что есть две все-таки груди, а не одна единая конструкция. Поэтому любовь Орлова обожала поднимать. Ей очень нравится, когда грудь выглядела как яблоки. Если считать женский бюст оружием, то можно сказать, что оно было тщательно зачехлено. Никакого эротизма. Такие большие глаза мужчин не привлекали, а даже пугали. Обширный бюст был символом власти. В революции Емелин не мстит, она защищается! Символ 40-летней чиновницы, которая, если она идет вперед грудью, выставив свое гигантское сокровище, это не признак обольщения, это не признак того, что перед нами роговая красавица. Это идет женщина, уверенная в своей силе. Вот она сейчас будет стучать кулаком по столу и кричать, почему пиломатериалы не подвезли? А вы платили? Я платил. Платили? Некоторые психологи и историки культуры утверждают, что все эти киноначальницы, комиссарши, председательши колхозов сделали наших мужчин инфантильными и пугливыми. Сместилось природное равновесие. Женщины стали руководить мужчинами. В детстве у каждого была какая-нибудь огромная учительница, нависающая необъятной грудью над партой, а потом какая-нибудь профсоюзная активистка. Опять же, с большими глазами. Сорокалетняя толстая женщина с большой грудью – это символ власти в России уже много-много лет. Это может быть чиновница, может быть продавщица, может быть просто воспитательница в детском саду, и после этого любой воспитанный ей мужчина будет как огня. Вот так вот боятся сорокалетних женщин толстых и большой грудью. К середине 30-х власти зачехляют орудия женщин без надежды пустить их в бой. Пропаганда аскетического образа жизни основана почти на христианских заповедях. Секс отменяется, все силы народ бросает на индустриализацию страны. Непрогрессы, рытьё каналов, магнитки. Декольте объявляется вне закона. Когда женщина стала товарищем, бесполым, посмотрите на ВДНХ, замечательная рабочая колхозница, но кроме двух холмиков маленьких, ничто не отличает её от мужчины. Вот это, когда женское тело стали притягивать к мужскому образцу, это довольно страшно, потому что это было вмешательство государства в такую интимную зону человека, куда государство не должно вмешиваться. Это действительно символ советского унисекса. У рабочего фартук развивается, как юбка. У обоих, косая сажень в плечах, одинаковые размеры бицепсов, колхозница – совсем не слабый пол, а член нового общества, вкалывающий наравне с мужчиной. Сталин ужасно раздражался, когда видел женщину с глубоким декольте и большими глазами. То ли в нём срабатывалось минаристское прошлое, то ли кавказское презрение к женщине, которые выглядят доступно. Близкие к Кремлю дамы об этом знали. Но некоторые шли на риск. Рискнула показать прекрасную грудь и супруга маршала Тухачевского. Все знали, что Сталин любит чёрные бархатные платья. И, как правило, на все тусовки в ГУМе, которые проходили прямо на центральной линии, все приходили в чёрных бархатных платьях. И у него было очень глубокое декольте. И Сталин весь вечер скатывал хлебные катышки и забрасывал в декольте. Некоторые историки утверждают, что темпераментный мужчина Тухачевский вспылил и поставил в грубой форме вождя народов на место. И Сталин запомнил этот скандал и жестоко отомстил за него буквально через пару лет. Тухачевский и его жена были расстреляны. А другие историки говорят, что Сталин бросался хлебными мякишами в декольте жены Егорова. Но в одном исследовательной той эпохе заодно. Красивой тогда было быть опасно. Хотя среди жён видных деятелей нашей страны опасность угрожала немногим. Спутницами жизни кремлёвских обитателей были женщины весьма простые. И, похоже, они были на растерянных жительниц деревни, которых позвали вдруг жить во дворец. Малокультурные, малообразованные женщины, либо выходцы из еврейских местечек в большинстве своём, либо русские, но деревенские. А это и предопределяло то, какой у них вкус. Провинцалки. Провинцалки из глухих мест, где понятия не имели о моде, о том, как ходить. Счастливых браков за кирпичной стеной было немного. И редкие кремлёвские жёны жили радостно и легко. Пока их мужья убивали других и сами каждый день боялись быть убитыми, они и не думали о таком оружии женщины, как красота. И для всех, для них, оголить плечи, платье, декольте – это было нарушение вековых норм, усвоенных там, где они родились от родителей. Поэтому все они одевались скромно. Вся история женского костюма – это бесконечные эксперименты с зоной декольте. То воротник под горлышко, то глубокий вырез, рядом с которым мужчины теряют над собой контроль. Если вспомнить теорию известных историков моды, Джона Флюгеля и Джеймса Лавера, они выдвинули теорию подвижных эрогенных зон. Бывают времена, когда декольте действительно становится таким эротическим капиталом, фокусной точкой сосредоточения внимания. А бывают истории, когда декольте закрывается, и грудь как бы вообще пропадает из поля зрения. Эрогенные зоны блуждают по телу и меняют прописку примерно раз в 10 лет. Если женщина делает ставку на грудь, то ноги при этом, как правило, закрыты. Если решилась на радикальное мини, то блузку с глубоким декольте уже не наденет. Но без открытой части тела никак. 4 тысячи лет женщины опытом методом проб и ошибок проверяли, что может нравиться противоположному полу. И точно так же вся история костюма подтверждает, что декольте, зона декольте, которую прикрывают, это самая искусная манипуляция, которой может воспользоваться женщина. В начале 20 века на москвичек обрушилась назойливая реклама необычного крема. Назывался он «Князь Игорь». И что предлагало смазать зону декольте? Вы станете королевой общества, дамой с весомыми достоинствами. Князь Игорь попал на прилавки в 1905 году. В то время в моде была осиная талия и невероятно пышная грудь, силуэт песочной часы. Главным оружием дам был корсет. Сейчас 20 сантиметров убираем на талии. Магическим методом. Московские газеты писали о сенсационном открытии, сделанном в Германии доктором Рентгеном. Он только что придумал, как с помощью электромагнитного излучения просветить человека насквозь. Сделал первый снимок крестьянки, которая никогда не носила корсет, и дамы, которая с 14 лет привыкла утягивать тело в корсет. И эти фотографии были потрясли абсолютно все. Демонстрировались страшные диаграммы искривления женских ребер, смещения внутренних органов, именно благодаря тугой шнуровке. И что вы думаете? Дамы испугались и перестали себя душить противоестественным предметом одежды? Конечно, нет. Плевали они и на Рентгена, и на Жана Жака Руссо. Великий французский философ еще в 18 веке разразился трудом вырождения рода человеческого под влиянием корсета. В России его издавали раз в пять лет. Но женщин напугать ему не удалось, потому что корсет делал фигуру. А что может быть в дамской жизни важнее? Князь Игорь обещал увеличить бюст на два размера. И тоннами уходил на экспорт. Все женщины были в восторге. Это время тысячи и одного способа сделать грудь побольше. И досиликоновые технологии весьма забавны. Худенькие дамы активно пользовались так называемыми фальшивыми бюстами. Этот фальшивый бюст изготовлялся из воска. Причем его делали очень натурально. И он делался таких теплых телесных тонов. И на поверхности там даже рисовались синенькие прожилочки якобы вены. Самым простым способом увеличить грудь были всевозможные подкладки из ткани и ваты. А в 20-е годы прошлого века в Америке придумали подушечки-вставки, которые были снабжены маленькими насосами. Для того, чтобы вставки надулись, женщине приходилось делать взмахи руками, как курицы, безуспешно пытающиеся взлететь. Бюстгальтеры лопались с громким треском. Там с шипением выходил воздух в самый неподходящий момент. То есть женщины рисковали. Дама для того, чтобы пойти на ответственную вечеринку в нарядном платье с декольте, напихала себе в лифчик ваты. Во время танца с кавалером вдруг обнаружила, что взгляд ее кавалера прикован к декольте, потому что из декольте свисали куски ваты. А грудь актрисы Веры Васильевой в фильме «Сказание о земле сибирской» увеличили с помощью двух чулок. Надели такой костюмчик Настики с маленьким декольте и такая плоская довольно грудь, потому что я, в общем, не была толстой, у меня только щечки были очень красные. А Ипырев тогда сказал, принесите мне два чулка, что ли, простых. Ему принесли, все думали, может быть, надо ноги переодеть. Он так взял и закатал, и сказал, ну вот сюда надо воткнуть, пусть будет хоть какая-то грусть. Я с ним сам поговорю. Только посмите, только посмите. Вера Васильева в то время совсем не походила на будущую звезду театра и кино. Бедная одежда, две туники-косички, бывшая деревенская девчушка чуть не упала в обморок от того, что режиссер полез ей в декольте с чулками, но взяла себя в руки, так хотелось получить эту роль. И потом так он всегда, чулки Васильеву подложили, ему говорят, да-да-да, Иван Александрович, но уже потом были не чулки, а что-то такое другое. А в 60-е годы наши женщины повально поверили в то, что грудь увеличивают пивные дрожжи. И если их употреблять каждый день, то через годик-полтора первый номер превратится во второй. Таким же эффективным средством считалась и капуста. Кто распустил эту легенду, неизвестно, но капустными листьями лет 30 хрустела вся страна. Это было мучение всех певиц эпохи пубертата, да, но не верьте этому. Я ела очень много капусты, а мой брат в это время висел на двери, потому что ему кто-то сказал, что если висеть на двери, то вырастешь. В 60-е появляется поролон. Идет химизация всей страны, и новый синтетический материал становится еще одной надеждой на красивую грудь. Дамы сами на дому пристрачивают его к своим бюстгальтерам, ведь заграничный лифчик Анжелика купить было невозможно. Это была ужасающая вообще пытка, но тем не менее многие женщины на это шли, кто были плоскогрудой, а им хотелось себя как-то показать. Поролон был в лифчике. На что способна женщина ради красивого бюста в Московском институте имени Вишневского знают очень давно. Первые пластические операции по увеличению груди были сделаны в нашей стране именно здесь. Они сконструировали в форме имплантатов молочных желез конструкцию из оргстекла. После того, как в течение месяца формировалась капсула вокруг этого из оргстекла предмета, они его вынимали и вливали туда персиковое масло. Такие операции делали жертвам автокатастроф и онкологическим больным. Но в середине 70-х нескольким абсолютно здоровым женщинам удалось убедить хирургов сделать такую операцию и им. Ради красоты. Первые бюсты из оргстекла напоминали булыжники. Но женщины всё равно были счастливы. Я одну такую спрашиваю. Я говорю, скажи, пожалуйста, вот ты года 3-4 проходила с этими камнями. Как это вообще можно было себе позволить? У неё грудь была каменная. Вот просто во всех отношениях. И на ощупь, да, и, можно сказать, даже на вид. В 1974 году в Институт Вишневского привозят несколько протезов молочных желез из Америки. Об этом пишут даже центральные газеты. Среди советских хирургов душевный подъём и радость. В их руках технология, от которой они отстали лет на 20. По сравнению со свиным жиром, парафином и оргстеклом, это кажется чудом. И всё это в эпоху застоя, когда в дефиците было всё. Медицинский консилиум по поводу первой обладательницы силиконового бюста запомнился хирургом Института Вишневского надолго. Лысины многих мужчин покраснели, покрылись испариной. Тогда был народ другой. Раздались возгласы «Не надо!». Но эта женщина гордо спустилась, открыла свой халат, распахнула очень красиво. И она была страшно горда, что, значит, вот она имеет такую шикарную грудь. Ну и вот, как говорится, лёд тронулся. Но не видать бы пышных бюстов москвичкам, если бы не директор Института Михаил Иванович Кузин. В начале 80-х он отправился на заседание Академии наук. Как обычно, от него ждали доклады о научных открытиях, сложных операциях по спасению жизней советских трудящихся. Но он задал высокому собранию совершенно неожиданный вопрос. Можно ли советской женщине ставить силиконовые имплантаты? Ну, естественно, все академики в советское время, 80-е годы. Что, как можно, наши женщины и так красивы, и так далее. Родина первых советских искусственных бюстов – улица Красно-Богатырская. Отечественный силикон делали вот здесь, в Институте резины. И наши женщины, вживляя его, были то ли дурами, то ли героинями. Эта резина не жила в организме больше трёх-четырёх лет. И женщине снова приходилось ложиться на операционный стол. Такие операции делали, как правило, ночью. В рабочее время, считал Минздрав, нужно жизни спасать, а не выполнять капризы тёток. Ко мне пришла женщина с достаточно большой молочной железой. Я ей говорю, зачем надо? Она говорит, я хочу. Я увеличил, с ужасом смотрел на эту грудь. Они пришли ко мне с супругом. Он как увидел её, я думаю, сейчас он что-нибудь мне скажет. Он буквально танцевал вокруг неё. Грудь эта не помещалась в бюстгальтер, но его это не волновало. Он был счастлив, она тоже. Когда женщину, которая сделала операции по увеличению груди, спрашивает, зачем, она отвечает, что сделала это для себя. Но это, конечно, ложь. Всё ради мужчины. Или мужчин. В конце 19 века носили бюсты из воска, потом технологии сменились. Но неизменно одно. Женская задача – сразить мужчину на повал. И ради этой цели дамы готовы испытывать любую боль и пожизненный дискомфорт. Большая грудь, по слухам, это реально неудобно. Она тяжёлая. То есть грудь четвёртого размера – это приблизительно 3 килограмма. Вот привяжите их к себе и представьте себе, что такое 3 килограмма. Это 6 полулитровок водки без посуды. Это вообще-то мало не покажется. Грудь превратилась в аксессуар, который положено менять в зависимости от моды сезона. Она стала предметом быта, одежды. Бери, где хочешь, то, что надо. Женщины увеличили бюст как могли – корсетами, выдавливали, подтягивали. Ровно через 2 года обрушилась мода на плоских женщин. Куда делся этот взращённый бюст, вымазанный князем Игорем? Я совершенно не понимаю. Вдруг грудь просто ищет. Она стала «анвок», то, что называется, и её не стало. Но куда она могла деться, если она уже была? После революции, когда в моде были платье без талии и плоское тело, женщины скупали парафин и уксус и травили себя подобной гадостью, чтобы приобрести модный чахлый вид. Длинная нить жемчуга должна была лежать на плоской груди. И грудь стала плоской. Надо – значит надо. Но насколько реально женщине уничтожить за 2 года бюст без хирургического вмешательства, я не понимаю. Поэтому я знаю, что женщина может сделать всё. Если она захочет, то она и бюст уменьшит просто силой желания. Художник Сергей Казанцев за долгую жизнь в искусстве сделал не один бюст из камня и гипса. Говорит, что такая работа делает человека философом. И он знает больше, чем другие мужчины. Женская грудь – это космос. Это весь мир. Познание мира у мужчины идёт через женскую грудь. Начиная с младенческого возраста и кончая преклонным возрастом. Мода модой, но лучшие произведения искусства – это скромный второй размер, то есть золотая середина в любую эпоху. Эталон – это то, что приятно для руки. Вот если хорошо в руке ощущается грудь. Идеальная по форме – это бюст Марии Пампадур. Есть стеклянный слепок, он в лувре находится, на трёх подставках. Из стекла отлитая грудь. Вот такая грудь, такой формы уритой тереховой. Просто исключительной красоты, формы. Он смотрелся за три серии. Очень красивая грудь, просто произведение искусства. Но если бы это была не Миледи, а наша, советская женщина, показать красоту, достойную лувра, режиссёру бы не дали. Она несла такой образ иностранной злодейки. Ведь на самом деле и обнажаться-то можно было либо иностранкам коварным, либо злодейкам коварным по сути, то есть отрицательным персонажам. Только не лгите. У вас нет никакой причины ненавидеть меня личной. Никакой. Ну как это можно так обнажаться? Какая гадость. Это внушалось из детства. С пелёнок внушалось. Остальная часть тайно завидовала. Когда в Москве случались кинофестивали, советские граждане ломились в центр города, чтобы разглядеть невиданные наряды зарубежных звёзд. У наших женщин бюсты были не хуже, чем у знойных итальянок. Но не было нижнего белья, которое придавало груди модную форму острых конусов. К счастью, в середине 70-х поставку таких бюстгантеров в Советский Союз наладила Корейская Народно-демократическая Республика. Какое это было счастье! Это максимум изысков, которые могли позволить себе советские женщины. Но форму держит замечательно. Хоп! Пистолет есть. После смерти Сталина декольте вышло из подполья. Вся страна вздохнула полной грудью. Это было жадным вздохом свободы. Ещё бы! Наши женщины позволили себе оголённые плечи и вырезы ниже ключицы. Я вас верю в платье, будете вы. Что вы, Елизавета Тимофеевна, я даже не знаю, как в таком ходить. Дом моделей показывает коллекцию, где женщины впервые за советскую историю выглядят нарядно, изящно и сексуально. И вскоре выходит картина Эльдара Рязанова «Девушка без адреса». Быстрая реакция на то, что явили советскому обществу наши модельеры. Это было и сделано так, чтобы посмеяться над этим, высмеять. И эта несчастная девочка загораживает себя руками и говорит, я не могу выйти вот в таком виде к людям. Елизавета Тимофеевна, здесь такой вырез большой. Мне как-то неловко. И если бы героиня Карпинской вышла в таком наряде на улицу, то не выдержала бы осуждения толпы советских граждан. Даже этот нежный наряд невесты с очень скромным декольте в высушенном советском обществе считался абсолютным моральным падением. Смеялись над этими показами моды. Еще люди не успели привыкнуть вот к этой открытости, к этой раскрепощенности. Но оттепель продолжается. И женская красота, как инфекция, проникает в Москву. Убийственной прививкой прекрасного стал визит дома моды Кристиана Диора. На фото по сути столкновения двух цивилизаций. Но с середины 50-х, когда разрешили хотя бы небольшие декольте, у нас появились и свои Диоры. И они делали красивые платья по сути из ничего. Не было тканей, не было ниток. Тупые чиновники во всем усматривали крамолу. Но в экспериментальном цехе «Седьмое небо», где главной звездой был Слава Зайцев, рождаются одни из самых красивых платьев в истории нашей моды. Линия вот такая была, открытые плечи и декольте. Были такие вот вещи, открытые, голые, при этом руки. Или наоборот узкие-узкие длинные перчатки к большому декольте. То есть все время шло на контрасте. «Седьмое небо» одевала Эдиту Пьеху. Здесь придумали балахон для Аллы Пугачевой. Спасали некрасивые фигуры самых высоких чиновниц. Эти наряды прославляли Советский Союз на международных выставках и конкурсах. Но рядовым москвичкам, конечно, были недоступны. Ведь так, как жила страна Советов наших, дорогая, ну, наверное, ну, я не знаю, Замбия, мы жила в Африке. То они ходили там все голые. Потому что стояли в очередях. Ах, ну, какое декольте? Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы. На эстраде появляется Гелена Великанова. Ее песни очень нравятся широкой публике. А еще, конечно, все обсуждают ее идеальную фигуру. И глубокий декольте. Но на худсоветах ее непременно спрашивали, нельзя ли выглядеть поскромнее. Можно вот вас попросить, вот вы вышли в таком платье, таким, с большим таким декольте, сделайте чуть поменьше, оставьте его. Ну, вот чуть поменьше, потому что, сами понимаете. Она меня учила, как поступать, как правильно одеться, чтобы не раздражать. Что на худсовете можно в одном, она мне говорила, спеть, а вот куда ты хочешь там на концерт, в другом. Эти подсказки Гелены Великановой стоили певице Светлане Рязановой первой премией фестиваля «Золотой орфей». Она ее получила, но насладиться успехом в своей стране, которая должна была гордиться ее победой, не смогла. Перед отъездом ей вручили платье, сшитое в Москонцерте. Короткий сарафан, но с закрытой грудью. Это платье мне сшили, чтобы я поехала на «Золотой орфей». Вроде как бы оно отражает нашу советскую русскую женщину. Но за границей для выступления она купила совсем другой наряд. С огромным декольте и обнаженной до невозможности, по мнению советских чиновников, спиной. Она позволила себе отвергнуть то, что ей дали. То есть открыто бросила вызов вкусам Министерства культуры. А это всегда не прощает. После триумфа в Болгарии, где Светлана Рязанова обошла самого Льва Лещенко и неделю раздавала автографы восторженным поклонникам, она вернулась в Москву. И вместе с мужем мучительно долго ожидала показа «Золотого орфея» по телевизору. Наконец, этот день настал. Идет, 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 идет «Золотой орфей» и заканчивается, а меня нет. Я думаю, боже мой, что ж такое? И меня нет. И в конце написано, первую премию получила Светлана Рязанова. Вот так было. Я со слезами начала звонить на телевидение. Как это может быть? Почему меня вырезали? Мне сказали, что вырезали, потому что вы выглядели вот так вот в открытом платье. Вот у вас спина там, и это все открытое. Мы не могли вот так советскую певицу показать. Но музыкальную редакцию Центрального телевидения завалили письмами советские граждане. Они требовали все-таки показать советскую певицу Светлану Рязанову. В музыкальном киоске Элеонора Беляева исправляет досадную ошибку телевизионного руководства. Но каково же было разочарование телезрителей? Одели меня в черную юбочку длинную такую и белую кофточку закрытую. По самому вот горлышку, до самых волос закрытого здесь все, на публичках закрыто. Вот, так меня сняли. Ну, кто поверит, что я первую премию получила. Голый наряд на золотом орфее не дал Рязановой, несмотря на хороший голос и красивую фигуру, стать звездой. Как-то не заладилось. За певицей тянулся скандальный шлейф. Самоуправство чиновники не простили. Я-то эту грудь зажимала. Закрывала, покупала меньший бюстгальтер размером. Затягивала, чтобы и мне не было ее видно. Я все время страдала, потому что меня ругали все время за это. Светлане не хватило пары лет. Конкурс золотой орфей Болгарии состоялся в 72-м. А разрядка в отношениях Советского Союза с Америкой и начало очередной либерализации нравов началась уже через год. Сначала к нам приехал Ричард Никсон. Потом и Брежнев отправился в США. Голую спину и вызывающие декольте авось и простили бы. Уже не было бы такого скандала, связанного с тем, что сначала ее вырезали из телетрансляции, а потом все-таки показали. Послушайте, как бьется сердце. В 71-72 году в репературной газете было письмо Юрия Никулина, когда он возмущался по поводу того, что я смотрю «Бриллиантовую руку», а там этот эпизод в гостинице вырезан. Был большой резонанс, там отклики были большие. И телевизионные начальники вернули этот эпизод. Но это случай редкий. Рассказали нельзя, значит нельзя. Никому, ни пионерам, ни взрослым. Тихо, тихо, говорю. Вообще считалось, что секс – это гадость. Девочки встречались с мальчиками, и об этом это была гадость. Разрезали, отрезали любовь от секса. Началась патология вообще в головах. Но тут, конечно, можно поспорить. Когда патологии было больше? В эпоху застоя? Или когда вдруг всё разрешили? В конце 80-х на экраны вылезло такое количество голых бюстов, чтобы граждане могли и вовсе тронуться умом. А потом настала эра силикона. Шикарное декольте теперь стоит от 100 тысяч до миллиона рублей. Рядовая операция. Как в парикмахерскую сходить? Я считаю, что это бред. Во-первых, это безумно бред для здоровья. Во-вторых, они хотят себе дороже продать. Но они не понимают, что, в общем, естественность гораздо дороже стоит, чем силиконовая грудь. Вот в чём всё дело. Культурки. Культурка где? Где культурка? С культуркой, конечно, всё сложно. Давайте чаще читать, смотреть хорошее кино и больше думать о прошлом. И что хочется добавить про декольте, тут главное – мера. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»